Мы находимся на пирсе Нангьюана. Сейчас мы отправимся на соседний остров, который называется Ко Тао. Вот так Нангьюан выглядит с пирса. Какая-то маленькая лодка тарахтит как трактор. Вот подходит катамаран, который привез туристов из Бангкока. И мы на этом катамаране отправляемся на красивый остров Ко Тао. Ко Тао Ко Тао. Ко Тао. Ко Тао. Ко Тао. Тао. Ко Тао. Ко Тао. Ко Та. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо! 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 Банас и лук Еще редьку привезли сегодня экзотическую Субтитры делал DimaTorzok Спасибо! 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 Четыре года не были здесь Да? С четырнадцатого года А мы подожди, ну как же не были? Были были были? Нет, в четырнадцатом году мы первый раз, получается, с ночевкой приехали на Нангьюан И после этого все, мы сюда на Кутау больше не возвращались пожить А пожить нет? А так-то приезжали? Ну да, это не считается Привет! Привет! Какая красивая Собака, какая собака Собака такая С кучей шерсти У нее глаза какие-то одинаковые Да? Да? Прикольно Хаски в тропиках, представляете? Как ей жарко здесь Дараван Дараван ресторан Вандерпиндер андер ванд Вандерпиндер андер ванд Да, тут много обуви Значит, здесь вкусно кормят Максу такую шапку Вот, кстати, это мне надо, чтоб купаться Шапку такую купить Я думаю, нам надо идти вдоль пляжа Что-то здесь как-то грустно Мопеды Можно обратно когда пойдем Пойдем по дороге Здесь потому что можно купить такое Нам обратно надо по другой дороге идти Время уже десять утра Мы отправляемся отсюда Через пять часов Вот мы вышли на пляжик Пляж Сайри бич Да, вот будет здесь Либо ресторан, либо отель У нас бы сто процентов Супермаркет здесь поставили А, и торговый центр И куча бутиков пустующих Вот, мы вышли на пляж Сайри Только что прошли по многолюдному месту Там очень много людей Куча кафешек Единственное, что порадовало Это цены в кафе Мы за четыре дня Честно скажу, отвыкли от такого количества людей Ну, в смысле как отвыкли У нас их там просто тысячи, тысячи Там сидит на пляже Но мы днем на пляж не выходим Мы видим людей Точнее их отсутствие Когда спускаемся на пляж И вот сегодня у нас в планах Пройти по всему Сайри бич Это порядка где-то двух километров В принципе это не так далеко Здесь очень здорово Много отелей Ну и вот мы пошли В путь Гоу про, стоп видео Мы находимся на острове Котао Прогуливаемся по самому длинному пляжу Который называется Сайри бич Мы находимся сейчас В северной его части Целый час назад Мы прибыли Вон там вдалеке виден пирс Прибыли туда Сюда вот мы перешли погулять Сейчас покушаем где-нибудь в кафешке И вернемся В три часа у нас лодка обратно А вот это место мне очень нравится Не очень многолюдно Нет лодок Можно спокойно купаться Вода чистенькая Место хорошее Очень много тени Вот мы нашли отель, который нам очень понравился Домики такие Прикольные Пляжик такой чистый Никого нет Самый север Сайри бич И отель называется Боу Тонг Такое вот Непримечательное название у него Но отель прикольный И вот сейчас следом за ним будет такой Более пафосный отельчик Давно хотел здесь просто хотя бы побывать на его территории Сейчас мы это сделаем Вполне вероятно, что это будет наш следующий отель Когда мы приедем на Кутау Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok Добавил Дима И, конечно, я еще не хочу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Песок такой, крупный, очень грубный песок. Что, неприятно ходить? Колится. Мне наоборот нравится этот крупный песок. А в какой-нибудь песке попадется и все? Может, запросто. Вон стеклышка, кстати, валялась. Ну, место реально красивое, скажи. Сама территория. Оно какое-то по-своему особенное. Отличает этот отель от других отелей этого места. Да-да, сейчас, секунду. Так, Рим-Ла-Е. Я не знаю, это название отеля или это просто что-то значит на местном языке. Да, ночью зажигаются факелы. И по черепашкам вот под вот этим вот. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Оп, и туда поднимаешься. А там ресторан. Кстати, виллы, посмотри, они очень-очень напоминают нам Пария Хадьян есть такой на Пангане отель. Такие камешитовые какие-то круглые крыши. И виллы таких немаленьких размеров. Как многогранники такие. Тык-тык-тык-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. По кругу. Что, симпатично здесь? Да. Раздеваемся, идем купаться. Друзья, мы на Сайри-Бич. Самый север этого длинного, самого длинного пляжа острова Ко Тау. Прикольное название у отеля. С пишется по-другому, но читается как с жопа-резорт, добро пожаловать в жопу. Ну да, судя по у них по проходу на ресепшн, примерно там так и есть. В магазине стоит такой аппаратик. Перемалывается. Знаете, сколько это стоит? 30 бат, всего лишь 30 бат. На Ко Тау построили недавно пагоду. И открыли супермаркет. Кстати, цены здесь, ну, может быть на 5% выше, чем в Бангкоке, в которой мы покупали, ну, в районе Каусана. То есть, вообще, очень-очень дешево все здесь. По сравнению с пляжными ценами, в 7-11 особенно, здесь очень дешево все. Заходите сюда. Ссылка в описании. Кто знает, что за зверь такой? Вот с этим местом мы познакомились в 2011 году. Здесь самый-самый лучший суп, нудл суп. Да, и вот тетечка та же самая стоит, хозяйка этого места. 40, по-моему, бат стоит здесь порция. Большая тарелка, людей очень много. Работает только до 3 часов дня. Мы специально сюда пришли, приехали на Ко Тау и попробуем сейчас этот супчик. И вот по дорожке, как ориентир, вот видите, вот развилка, черепаха. Вот туда вот надо идти, точнее оттуда сюда. 100 метров. И также здесь есть вот напротив очень хороший магазин с низкими ценами. Оптовый такой. Цены ниже, чем в 7-11, есть все. Имейте в виду. И напротив этого места также продают, вот есть большая фруксовая лавка. Манго мы сейчас увидели, 90 бат стоит, но там манго просто, я не знаю, 2 штуки на килограмм. Огромный просто. Я вам сейчас покажу манго, который мы купим. На обратном пути будем выходить отсюда и купим обязательно манго с собой. Можно купить лайм. Вот зеленый манго. Смотрите, какие прорезы манго. Вау. Вау. Крикот. Яблочки. Яблочки маленькие. Папай. Горох. Яблоко, горох. Папая есть? О, папая, да. Папая большая. Вообще огромный линк. Папая. Папая маленькая. Папая маленькая. Лучших вкусов, которые вообще нам, в принципе, доводилось пробовать. И вот опять, как ориентир. В 100 метрах отсюда развилка с черепахой. Ее сразу видно. Прямо напротив овощной рыночек. И вот такой вот оптовый магазинчик здесь тоже рядом. Приходите сюда, не пожалеете. Посмотрите, какой аппетитный супчик. Стоит всего 60 бат. Вчера точно такой же суп мы отдали 180 на Нангюане. Там было, правда, 5 креветок. Вот здесь без креветок. Здесь либо курица, либо свинина, либо говядина. Я взял с курочкой. Тарелка реально огромная. И вкус просто домашний. Так что приходите сюда, друзья. Прямо напротив потом. Вы можете купить супчики. Совсем недорого. Вот эта тарелочка под тая стоит также 60 бат. Тут все по 60. 7 лет назад было все по 40. Сейчас 60. Ну, вот эти порции на Нангюане стоят ровно-ровно в 3 раза дороже. Посмотрите, что мы видим на пирсе. На пирсе Котау. Круто, да? Вот, пришло время отправляться на остров на Нангюан. Мы пришли на пирс Лампрае. На вот этой вот лодке мы тут берем. Показали свою записулечку. И нам сказали «велкам». Сейчас поедем. Букв с барабаном. Съездили мы на Котау. Погуляли. Пять часов здесь провели. Сейчас вот через полчаса буквально мы отправимся на остров. Вот точно подходит катамаран. Вот такой огромный катамаран. Сейчас он заберет туристов, повезет на Банган. Хотя, сидя по бирочкам, которые у них наклеены, они все едут в Бангкок, возвращаются домой. А наше путешествие продолжается. Друзья, это всего лишь пятый день. Пятый день мы на островах. У нас впереди еще целых 37-38 дней где-то. Короче, больше месяца. Мы уже такие загорелые. Даже можно сказать загоревшие. Бывает. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. окей эту тумуру тумуру туханде туханде тумуру но 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 везде стихия вот такой вот у нас прикольный чувак который у нас сначала сказал я готов вас отвезти да я вас готов отвезти за 600 бат потом когда узнал что у нас есть бесплатно вот потом говорит я вас отвезу за 400 бат и в итоге сейчас он нам предложил доехать сюда за 200 бат мы доехали сюда и он здесь нам предлагает за 200 обратно вот прикольный тип как он нас преследует да 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 но походу у него просто здесь он кого-то забирает поэтому чтобы пустым не ехать да он был готов за 200 бат нас привезти сюда а вообще в принципе 200 бат на двоих это я считаю что это очень адекватная цена а так среднем они берут 300 ну 250 если компании ехать все ребята мы вернулись вернулись на нангюан я повесил наш пропуск на шею все нас узнаю теперь не а ого сколько песка сюда натащили сегодня в ногомойки да много приезжала китайских ножек побывала здесь наверное вода очень сильно ушла по сравнению с утром когда мы вот у косу переходили и приходилось чего ну конечно тут приехала тысячи три человек за один раз сколько они могли выпить ху-ху-ху да это не придет все я хочу домой я хочу принять душ смыть всю соль которая сегодня у нас за 6 часов отсутствие накопилось ё-моё сколько кораблей я трындец а вторая коса так и не открылась все мы идем в номер переодеваемся и пойдем сюда сегодня смотреть рыбок сейчас ok у вас когда пойдем а я блин во второй день умудрился сгореть сегодня 5 я так нему не могу на море выйти нормально были на болит ноги болят все красное они там увидели самое что интересно самое что интересно друзья посмотрите вот посмотрите прямо видите люди там купаются купаться там если честно отстойно купаться надо вот в том углу там очень много рыбок и вода очень чистая многие 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 этого не знают и купаются здесь вот в том углу самый классный там проходит коралловый риф и начинается вот за этими камнями как бы образует оборону оборону этой бухты вот так по кругу короче идет там очень много красивых рыбок все а мы наконец-таки дошли пойдем с нами пойдем пришли вечером приходи а а а и 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